По словам чиновников, если бы не ураган 31 мая, а также временное похолодание в середине лета, то сезон можно было бы считать успешным. А так, ожидаемого наплыва туристов в городе не отмечалось. Ураган, который, к сожалению, произошел в Одессе, он существенно повлиял на количество отдыхающих. Кроме того, вы знаете, что почти три недели температура воды в Черном море была неблагоприятной для купания, и это также сказалось, в общем-то, на курортном сезоне. В период курортного сезона нам очень сильно, вы знаете, помешал шторм, который прошел в городе Одессе. Общий ущерб имуществу города был нанесен порядка миллиона гривен. Чиновники отмечают, помимо того, что отдыхающим обеспечили свободный доступ на все пляжи, а коммунальные службы своевременно вывозили мусор, арендаторы одесских пляжей выполнили требования городского совета, приведя их в надлежащее состояние. Но наибольшим достижением городские власти в этом году называют открытие дайвинг-клуба для инвалидов, а также оборудование пляжей для лиц с ограниченными физическими возможностями. Что примечательно, в этом году также проводилась регулярная чистка песка на пляжах Одессы. Или двух раз в день оказалось недостаточно, или же машины для чистки не справлялись, но многим одесситам и гостям города так и не удалось оценить проделанную работу. Стоит отметить, что во время визитов чиновников с проверками, городские пляжи удивительным образом находились в образцовом состоянии. За эту ситуацию в целом отвечает не только городская власть, но, наверное, А, отвечает арендатор этого пляжа, отвечает городская власть, безусловно, и Б, а может быть, это Б можно поставить на первое место. Это сами отдыхающие, которые, извините, за собой не привыкли убирать. Остается надеяться, что в следующем году туристический сезон не смогут испортить никакой ураган и непогода. Екатерина Лапицкая, Эдуард Шендерович, Новая Одесса.